Известие об окончательном закрытии вещевого рынка стало неожиданным для многих продавцов. Напомню, мэр Новосибирска объявил, 1 июня на месте торговых киосков появятся бульдозеры. Куда переедет барахолка и сколько будет стоить аренда, разбирались наши корреспонденты. Нас никто не ставил в известность. Абсолютно. Не предупредили, не сказали. Мы всю зиму простояли промерзлые для того, чтобы проплатить и остаться на своих местах. Продавцы на рынке опять в шоке. Разговоры о закрытии барахолки ходили еще с позапрошлого года. Но на этой неделе городские власти поставили жирную точку. Договора, которые существуют сегодня для участников, для предпринимателей, операторов на Гусинобродском шоссе, они заканчиваются 1 апреля. Тот комплекс, который сегодня строится на базе имущественного комплекса бывшего ПТП-8, будет закончен по заверениям собственников к 1 мая. После этого времени арендаторам дают еще месяц на переезд. 1 июня на месте этих рядов должен остаться пустырь. Часть продавцов уже свернули торговлю. Вот так сегодня выглядит новый комплекс, в который предлагают перебраться остальным. До окончания строительства 2 месяца. Есть два вида торговых места. У нас будет по 20 и по 10 квадратных метров. Дмитрий Башмаков – директор компании, которая строит этот комплекс. В нем будет 1600 торговых мест со складами для товаров. Половина уже сдана в аренду. Арендная плата на барахолки составляет от 3 до 4 тысяч рублей за квадратный метр. Мы начинаем свою деятельность с 1000 рублей за квадратный метр. В будущем мы планируем увеличить арендную плату до 2-3 тысяч рублей. Но у тех, кто торгует сегодня на улице, по-прежнему другое мнение. Многие считают, что мест под крышей на всех просто не хватит. У нас тут не то, что 4 тысячи, у нас тут более 30 тысяч, если вот так всех взять. Просто на январь-февраль многие дома сидят, потому что Сибирь славится морозом. В этих рядах боятся еще и резкого падения выручки на новых местах и потери постоянных покупателей. Хотя уже сегодня товарооборот барахолки заметно снизился. Все-таки разговоры о ее закрытии ходят с позапрошлого года. Андрей Баев, Сергей Толмачев, Елена Щербакова, Кристина Лата, Антон Мамаев, Андрей Карасев. Новости ОТС.